АСТВ. Первое областное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуированных специалистов на острова позволяют меры поддержки. Выплата подъемных, содействие в решении квартирного вопроса, достойная оплата труда. За первые два месяца текущего года сформированы заявки на переезд 20 специалистов. Шестеро из них уже пополнили ряды медицинских работников области. Помимо привлечения новых специалистов, решается задача по избавлению медицины от бюрократии. Именно цифровая информатизация – это не просто внедрение электронной карты или какой-то передачи данных. По сути дела, мы сейчас перестраиваем все процессы, именно ориентируясь на вот такой вот подход. И сегодня регион является одним из лидеров в этом направлении. Под это в том числе и изменяется инфраструктура, поликлиническая часть, реабилитационная, диагностическая. Все это позволяет фактически делать более удобным коммуникацию пациента с медицинской службой. Принципиально важный момент, что если человек посещает поликлинику, он имеет возможность дать обратную связь. Это вот важный момент и поручение давал президент нам, чтобы мы организовали такую работу. И мы вместе с Министерством здравоохранения организовали такую работу. И чтобы был личный кабинет, задача была такая, потому что это забота о каждом человеке. И сейчас вот инновация, которую мы сейчас делаем, и сегодня специально обращали на это внимание, это диспансерное наблюдение. Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому», объединил в Южно-Сахалинске свыше 300 специалистов. 200 из них прибыли из других субъектов страны. Гости знакомились с опытом Сахалинской области в создании оптимальной модели здравоохранения в амбулаторном звене и обсуждали ключевые направления развития отрасли. В Корсаковском порту на борту судна обнаружили утечку метана. Инцидент произошел на контейнеровозе «Феско-Татарстан». Проблемы возникли с 20-тонной емкостью, газ пошел из подрывного клапана. Эвакуировали экипаж этого и соседнего судов. Рабочие посты оставил и персонал порта. Специалисты МЧС разгрузили контейнеровоз и сняли с него опасную емкость. В рейс она точно не пойдет и вернется отправителю. «Были извлечены 4 контейнера по ходу движения с правой стороны от судна. Был обеспечен доступ, ну и, соответственно, специальной арматурой был перекрыт подрывной клапан. Ситуация, которая в целом произошла на судне «Феско-Татарстан», она в целом никаким образом не угрожала ни жителям города Корсаков, ну и в том числе экологии. То есть это подрывные клапаны, которые срабатывали, они спускали излишнее давление с контейнера». Специалисты отмечают ситуацию в целом обычная. Такой сброс излишнего давления из емкости предусмотрен как раз для предотвращения более серьезных ЧП. Эвакуация персонала – скорее дополнительная мера предосторожности на всякий случай. Уже к обеду порт вернулся к нормальной работе. Первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального Совета Единой России Андрей Турчак завершил рабочий визит на Сахалин. Посещая различные регионы страны, федеральный чиновник выстраивает мосты для оказания оперативной помощи участникам специальной военной операции. На острове Андрей Турчак вместе с губернатором Валерием Лемаренко также встретился с членами регионального комитета семьи воинов Отечества. Вместе обсудили вопросы работы общественников и военно-патриотического воспитания молодежи. Я для себя эту встречу также воспринимаю как возможность получить домашнее задание для работы, поэтому все, что сегодня будет сказано, все вопросы, которые сегодня будут подняты, обязательно найдут отражение в нашей рабочей группе. По словам губернатора, работа с общественниками в регионе была налажена буквально с первых дней спецоперации. Сегодня комитет, в состав которого входят матери и жены военнослужащих, знают, в какой помощи нуждаются бойцы и стараются решить все возникающие вопросы. Организованы пункты сбора гуманитарной помощи, ярмарки в поддержку солдат, общественники были на линии фронта. Постоянно выезжают на полигон Успеновский. Созданы максимально, даже я хочу сказать, что чрезмерные полевые условия. Это не баня, и новые туалетные комнаты. Ну а что там творят волонтеры на полигоне, я просто расскажу. Что творят? Да, засолили три с половиной тонны капусты. Я говорю, зачем так много? Они же не съедят. Съедят их. У них каждую неделю какой-то фестиваль национальный. На подобных встречах с Андреем Турчаком поднимаются и наболевшие вопросы, которые необходимо решать на законодательном уровне. Так, задачу по отпускам и ротации уже удалось отработать. Ранее разрешилась ситуация по многодетным отцам. Затрагивая тему патриотического воспитания молодежи, федеральному чиновнику рассказали о том, как боевых офицеров в прошлом сегодня привлекают в качестве педагогов. Начали подбирать специалистов, которые будут вести курс основы начальной военной подготовки. То мы как раз ориентировались на тех, кто ведет определенные кружки, например, рождество патриотического воспитания. Или занимаются с юнормией. Патриотические клубы. Да, да. Именно их мы дополнительно обучили на курсах института развития образования в Сахалинской области. И затем только организовано в нашей общей программе, которую мы написали. Но они уже были преподавателями в этих школах? Или они в эти школы приходят в качестве? Где-то приходят. Также Андрей Турчак посетил областной реабилитационный центр, где восстанавливаются участники специальной военной операции. Еще раз встретился с сахалинцем, который получил серьезную травму кисти в зоне боевых действий. Ситуация была непростая, но сахалинским врачам удалось спасти мужчине руку. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, потихоньку восстанавливается и уже вернулся к службе в воинской части в Аниве. Сейчас идет речь о создании до конца года в стране государственного фонда, который будет заниматься восстановлением, социализацией раненых бойцов, решать вопросы с техническими средствами реабилитации, в том числе протезированием. Сахалин к этой работе может подключиться одним из первых. Я скажу откровенно, мы вообще никаких границ здесь не выставляем, а просто работаем вместе. Это у нас чудесный центр реабилитации. Здесь уже прошли порядка 240 человек реабилитацию. И из них всего лишь 9 человек остались, что называется, здесь. Остальные ушли на фронт. И это принципиально важно, потому что у них настроение такое, что хотим продолжить боевую ситуацию. И для нас важно, что это родные люди, о которых мы заботимся. По словам губернатора, создание государственного фонда поможет сделать работу по реабилитации военнослужащих более системной и, следовательно, улучшить результат. Поистине масштабный в Сахалинской области состоялся музыкальный фестиваль «Своих не бросаем». Его гала-концерт собрал немало зрителей – 2000 человек. Для них выступили и сахалинцы, и звезды российской эстрады. Это еще один способ поддержать своих земляков и соотечественников, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Песня – это сила. Это сила, которая объединяет нас, объединяет всю Родину вокруг нашего главнокомандующего. Друзья мои, с песней мы победим. За нашу победу! Артисты, которые вышли на сцену, не просто пишут музыку, это своеобразная духовная помощь бойцам. Ну, на фронте мы даем концерты регулярно, скажем, вообще для бойцов, которые там воюют. Это вот не впервые. Для меня уже последний год вообще такой формат стал привычным. Но также нужны, конечно, и такие концерты, потому что нужно доносить ощущения, я бы сказал, до гражданского населения и делать это более качественно. Проводят и благотворительные концерты со сбором средств, на которые затем покупают необходимые вещи и оснащение. Тоже практика обычная и действенная. Ездят по всей стране. В Южно-Сахалинске выступили группа «Серьга», «Вабанг», «Юлия Чичерина», «Сергей Бабунец», «Джанго», «Зверобой» и многие другие. Мы тоже приближаем победу, вдохновляя наших бойцов на тратные дела. Это очень важно. Дело в том, что участие артистов, культурной элиты в этих процессах поддержки наших воинов, это не просто некая моральная поддержка. Это на самом деле демонстрация консолидации общества, потому что те, кто там, на той стороне, они должны понимать, что за ними целая огромная страна. Ну и несколько слов об островитянах. На этой сцене выступали Южно-Сахалинский камерный оркестр, заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Экзотика», театр «Танца древа», «Диана», «Головина», а также актер Чехов-центре Алексей Саудатов, который исполнил пронзающую до глубины души песню про Сахалин. Телеэфиры и онлайн-трансляции были доступны во всех регионах России, включая новые территории. К фестивалю «Своих не бросаем» присоединились музыканты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новокузнецке и Белово Кемеровской области, а также в Луганске. Включить в этот список Южно-Сахалинской инициатива губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Все получилось. Бурные овации артистам тому подтверждение. Спасибо. Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области. АМС собака сахалин.gov.ру в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Предзаказ тюльпанов по телефону 63-3131. Сайт candydefeasrose.ru Очень понравился концерт, на самом деле. Честно говоря, я не знала, что ждать, потому что сейчас ситуация такая, и это далеко Сахалин, я же не знала, какие тут настроения. И была очень приятно удивлена. Во-первых, что был полный зал, и что люди слушали внимательно, и все остались довольны. Ну, круто, мне понравилось. Вчера было много новых песен, можно сказать, что штук пять, но именно первый раз на Сахалине исполнялись. Вживую, с группой мы играли впервые, песни на стихи Александра Андреевича Проханова «Марш русского Донбасса» и «По дороге фронтовой». У меня есть песня из неизданных про Сахалин, называется «Остров» на стихи Семена Пегова. И, ну, как-то, в общем, она была создана пару лет назад, когда Семен тут был вдохновленный, он написал, в общем, на этой волне. Ну, как-то не удалось ее выпустить. То есть она неизданная, но я считаю, что это круто. Я ее сегодня выложу где-нибудь, так что слушайте. Ну, я надеюсь, что я еще обязательно попаду на море и обязательно посмотрю. Ну, у меня просто был выбор, идти на рыбалку или идти, ну, вот, посмотреть по городу. Я не люблю мучить рыбу, и поэтому пошла посмотреть на зверя. Еще я всегда стараюсь заглянуть в зоопарк, если они есть в городах, потому что по зоопарку можно понять, как люди вообще, как город относится к животным. Тут мне понравилось. Тут все хорошо. Фестиваль Соколинский лет объявляется открытием! ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХ Супер! Курки спортовые, папа! Паха, паха, паха! Рыбачный, стоп! Заговор есть? Чапель! Поблагодарю и вручу ей благодарственное письмо. Вы передайте ей, что мы ее... Заговоры, поставьте ей на два. Покажете! По чуткам. Да нормально. Миша! 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 Верь, верь, верь! Замер, замер! Дайте замер! Подходит? Да, да! Есть! Миша же! Молодец! Ееееее! Ура! А-а-а-а! Ура! 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 Все, посидел? Спасибо! Ура! Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту незаконной охоты в Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Ранее очевидцы сообщили, что неизвестные браконьеры в Ахинском районе убили стадов 26 оленей, включая беременных самок. Останки животных люди нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна в 7-8 километрах от берега. По их предположениям браконьеры загоняли оленей на снегоходах. Сахалинка Сахалинка не хотела покидать помещение. К ссоре присоединилось еще несколько посетителей. Одни встали на сторону буянищей женщины, другие на сторону сотрудников кафе. Как итог массовая потасовка. В ход пошли доски, стулья, ногти и бутылки. На место вызывали полицию. Известно, что все участники драки установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Драчунам грозит как минимум административный штраф за хулиганство. В пригороде Южно-Сахалинска сотрудники наркополиции задержали уроженца Бурятия, который прибыл к нам на остров с целью продавать растительный наркотик. Как следует из материалов уголовного дела, 27-летний молодой человек проживал в Березняках, где снимал квартиру. При проведении в ней обыска оперативники нашли два полимерных медицинских шприца с жидкостью и 13 пакетиков, в которые дилер расфасовал наркотическое средство с целью сбыта. Также был изъят материал, приготовленный задержанным для фасовки растительного наркотика. Общая масса изъятого гашишного масла составила более 56 граммов. А это уже считается крупным размером. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». По решению суда молодой человек заключен под стражу. ДТП произошло вечером 25 февраля в полутора километрах с севернее бывшего поста ГИБДД в Новоалександровске. Как сообщили в ГИБДД областного центра, девушка, управляя автомобилем Мазда, ехала с юга на север. По предварительной информации, она начала совершать обгон, не убедившись в безопасности маневра, и на встречной полосе столкнулась с такси «Тойота Королла». По словам автомобилистки, Королла ехала без фар. Мазда от удара вылетела в кювет. В результате аварии пострадал водитель «Тойоты». Если вы были очевидцем этого ДТП, если оно попало в объектив вашего видеорегистратора, просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране. Сахалинская полиция и родственники просят помощи у земляков в розыске без вести пропавшего 45-летнего Юрия Ивановича Хохлова. Мужчина жив и трудился в приграде областного центра. 22 февраля он ушел с работы, сказав коллегам, что поедет в Южно-Сахалинск снять деньги с банковской карты. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Приметы – рост 172 см, худощавое телосложение, темные волосы с сединой, есть залысина. Особые приметы – на большом пальце левой руки нет тактевой фаланги. На кисти левой руки татуировка Юра, на пальцах цифры 1977. Был одет черная шапка, куртка, ботинки, синие джинсы. Всех, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении, в данный момент просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Качество и функциональность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Ученые извлекли мозг древнего бурого медведя, найденного в Якутии. Возраст находки около 3,5 тысяч лет. Он почти идеально сохранился в вечной мерзлоте. Тушу обнаружили в 2020 году. Аутоскопию провели в музее лаборатории мамонта Северо-Восточного федерального университета якутские, российские и зарубежные ученые. Как сообщает пресс-служба университета, ранее подобные исследования древних медведей в мире не проводились. Найденный бурый медведь морфологически не отличается от современных представителей вида. Узнав, как жило это животное, ученые смогут восстановить ландшафты того времени. Мозг животного отправят в Москву для изучения. Возможно, в последующем орган выставят как экспонат в музее Института мозга РАН. Ситуация на острове Путятина продолжает меняться к лучшему. Утренний рейс поселок Дуна и остров Путятина идет по расписанию. Этот маршрут – единственная транспортная артерия, связывающая островитян с материком. Теперь плашкоут Путятин вместо трех рейсов делает четыре. Отмены бывают только по погодным условиям, когда совсем ветрено, а технические плавсредства готовы к регулярной работе. Стабильное сообщение – это именно то, о чем просили губернатора жители Путятина на встрече в январе. Тогда же люди обратили внимание главы региона на зимник. Так местные называют путь, по которому добираются до населенного пункта, когда из-за вставших льдов плашкоут не может подойти к привычному месту швартовки и причаливает в отдаление от поселка. Теперь проблемные участки подсыпали и поставили бочки с песком, налаженный вывоз мусора – это уже вопрос экологии. Машина регулярно увозит бытовые отходы паромам. Впереди много работы – замена водопроводных труб, ремонт в пожарном боксе, реконструкция сквера и замена освещения на центральной улице. В интернете распространяются фотографии городов России с человеческим лицом, которые создала нейросеть «Миджорни». Редакция stv.ru не осталась в стороне и попросила ИИ специально для сахалинцев изобразить города и поселки любимых островов. В основном картины получились суровые, пропитанные соленым морем, зябкими оттенками и с явным тяжелым характером. Однако областную столицу нейросеть видит как молодого человека в лепестках Сакуры и в горнолыжной экипировке. А Невельской вовсе хрупкая девочка, которая связана теплой дружбой с огромным сиучем. Хотите хороший автомобиль? Мы поможем! Компания Japan Soul – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии и Южной Кореи. Привезем для вас любой автомобиль. Доставка по всей России. Звонит 30 29 30. Сахалин. Самая восточная точка острова. Мыс Свободный. Василий Алексеевич Батенев. Хозяин маяка. Мария Лазаревна. Хозяйка дома. Внук Андрейка. Дочь Батеневых Светлана. Ее муж Виктор. Они живут и работают здесь. На этом кусочке родной земли, открытым океанскому ветру. Среди каждодневных забот. Они не чувствуют себя оторванными от жизни. С 47-го года Василий Алексеевич и Мария Лазаревна на Сахалине. На маяках с 50-го. Вначале был маяк Ломонон на западном побережье. Затем этот. Кажется, недавно впервые поднялся Василий Алексеевич по этим ступенькам, принимая маяк. А сам, глядишь, стал старейшим маячником на Сахалине. Пятерых детей вырастили Батеневы. Сыновья, их двое, стали моряками. Часто ли проходят они мимо отцовского маяка? Трое дочерей. Только одна, Светлана, при родителях. Годы. Один с другим. Смысл жизни. Дело жизни. Строчка в морской лоции. Маяк на мысе свободной. Кадровый вопрос в здравоохранении подняли на пленарной сессии межрегионального форума «Медицина, доступная каждому», который проходил в Южно-Сахалинске. В нем принял участие министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он высоко оценил сахалинский опыт в части привлечения специалистов. На острова ежегодно переезжают более 200 врачей. Привлекать квалифицированных специалистов на острова позволяют меры поддержки. Выплата подъемных, содействие в решении квартирного вопроса, достойная оплата труда. За первые два месяца текущего года сформированы заявки на переезд 20 специалистов. Шестеро из них уже пополнили ряды медицинских работников области. Помимо привлечения новых специалистов, решается задача по избавлению медицины от бюрократии. Именно цифровая информатизация – это не просто внедрение электронной карты или какой-то передачи данных. По сути дела, мы сейчас перестраиваем все процессы, именно ориентируясь на вот такой вот подход. И сегодня регион является одним из лидеров в этом направлении. Под это в том числе и изменяется инфраструктура, поликлиническая часть, реабилитационная, диагностическая. Все это позволяет фактически делать более удобным коммуникацию пациента с медицинской службой. Принципиально важный момент, что если человек посещает поликлинику, он имеет возможность дать обратную связь. Это вот важный момент и поручение давал президент нам, чтобы мы организовали такую работу. И мы вместе с Министерством здравоохранения организовали такую работу. И чтобы был личный кабинет, задача была такая, потому что это забота о каждом человеке. И сейчас вот инновация, которую мы сейчас делаем, и сегодня специально обращали на это внимание, это диспансерное наблюдение. Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому», объединил в Южно-Сахалинске свыше 300 специалистов. 200 из них прибыли из других субъектов страны. Гости знакомили с опытом Сахалинской области в создании оптимальной модели здравоохранения в амбулаторном звене и обсуждали ключевые направления развития отрасли. В Корсаковском порту на борту судна обнаружили утечку метана. Инцидент произошел на контейнеровозе «Феско-Татарстан». Проблемы возникли с 20-тонной емкостью, газ пошел из подрывного клапана. Эвакуировали экипаж этого и соседнего судов. Рабочие посты оставил и персонал порта. Специалисты МЧС разгрузили контейнеровоз и сняли с него опасную емкость. В рейс она точно не пойдет и вернется отправителю. Были извлечены 4 контейнера по ходу движения с правой стороны от судна. Был обеспечен доступ, ну и соответственно специальной арматурой был перекрыт подрывной клапан. Ситуация, которая в целом произошла на судне «Феско-Татарстан», она в целом никаким образом не угрожала ни жителям города Корсаков, ну и в том числе экологии. То есть это подрывные клапаны, которые срабатывали, они спускали излишнее давление с контейнера. Специалисты отмечают ситуацию в целом обычная. Такой сброс излишнего давления из емкости предусмотрен как раз для предотвращения более серьезных ЧП. Эвакуация персонала скорее дополнительная мера предосторожности на всякий случай. Уже к обеду порт вернулся к нормальной работе. 1 марта 2023 года вступает в силу поправки к правилам дорожного движения. Среди важных изменений ограничения скорости движения самокатов и скутеров, новые дорожные знаки, освидетельствование только при наличии видео и другие. Одно из новшеств – закрепление понятия средства индивидуальной мобильности в отношении самокатов, сигвеев и гироскутеров, которые ранее не считались транспортными средствами, и под норму ПДД не попадали. Также новые правила ограничивают скорость передвижения новых транспортных средств не более 25 км в час. И, скорее всего, ограничением скорости займутся сами арендодатели самокатов. Те, кто катается на данных средствах индивидуальной мобильности, обязаны будут уступать дорогу пешеходам. Появится также 8 новых дорожных знаков, среди которых движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено, движение автобусов запрещено, кроме школьных автобусов и маршрутных такси, лица, использующие средства индивидуальной мобильности, зарядка автомобилей и другие. Гуляй, народ! Масленица у ворот! Сегодня в городском парке отмечают народный праздник и провожают зиму. А прямо сейчас за моей спиной повара выпекают гигантский блин. Для того, чтобы испечь гигантские блины, руководство парка приготовило специальную печь. Мастера своего дела смазывают поверхность маслом, затем снимают ее и выливают тесто, чтобы оно ложилось равномерно в помощь швабры. Затем снова ставят самое сложное – перевернуть блин. Но и здесь повара успешно справляются. Максимальный диаметр, на который способна данная сковорода – это 2,5 метра. И в 2021 году мы прям от борта до борта такое сделали. Ну, конечно, было очень много тренировок. Хочу поздравить всех южных сахалинцев и гостей города с этим замечательным праздником – широкой масленицей. Ешьте, пейте, гуляйте. С праздником! ПЕСНЯ ПЕСНЯ На масленичные гуляния пришли сотни жителей и гостей областного центра. Их развлекали скоморохи и персонажи из русских сказок. На всей территории парка развернулись тематические площадки. На сцене выступали творческие коллективы. Все от мала до велика участвовали в конкурсах. Моя площадка игровая. То есть это русские забавы. Тут и канат, и гири, и ходули, и воду носим. То есть все такая забава, все в русских традициях. Очень-очень нам нравится, очень все красиво. Концерт такой интересный вот посмотрели. На конях деревянных покатались. Да, Ангелина, понравилось тебе? Очень нам понравилось. Прям с праздником у вас тоже. Да чудесно и замечательно. Замечательная организация праздника. Весело, душевно. Молодежь у вас все песни русские народные поет и ненародные. В колядке играет. Замечательно. О, тепло! Тепло! Под пронизывающий холодный ветер прошла кульминация праздника – традиционное сожжение чучела. На создание семиметровой фигуры ушло более 50 метров ткани. Два месяца назад мы запланировали открытие Академии эстрады на Сахалине. Для чего это создается? В первую очередь мы хотели бы объединить, если можно так сказать, внешних вокалистов, певцов, композиторов, авторов в такую единую базу, для того, чтобы начать с ними плодотворно работать над их развитием и продвижением. Здесь в большей степени говорится не только о профессиональных певцах, музыкантах, композиторах, а и о любительском исполнении, чтобы дать им старт развития, дать им возможность получить и новые знания, и даже, может быть, дополнительное образование здесь, и прийти к какой-то первой, финальной точке, такого среза определенного в форме концерта. К этому проекту Академия, которая будет открыта на Сахалине при Сахалинской филармонии, первыми подключается Академия Ларисы Долиной. В декабре месяце прошлого года мы провели первые переговоры с ними, они согласились провести в рамках условно называемой ее первой сессии, это ознакомительные мастер-классы уже по выбранным нами направлениям, и познакомиться с нашими вокалистами и композиторами, авторами. Сессия пройдет 28 февраля, 1 марта, два плодотворных дня, в рамках которых пройдет три мастер-класса, встреча непосредственно с авторами и композиторами, и отбор участников для обучения в Академии. Что это значит? На сегодняшний момент порядка 40 с лишним вокалистов уже подали заявки, зарегистрировались, и Академия, местные специалисты будут их отслушивать. Для чего? Мы определим, ну, наверное, где-то две, может быть, даже три группы по уровню своему, по подготовке, да, по возрасту в какой-то степени, потому что мы здесь больше цепляемся за молодых ребят, условно от 15 до 35, но бывают таланты, знаем мы многих и детей 13-летних, которые прекрасно у нас поют, вот, знаем и более старшее поколение тоже, которое хочет развиваться. Мы подумаем дальше по имеющимся нам данным после этой сессии, как это дело дальше развивать. Это первая сессия, в апреле-май мы проведем еще парочку, и с июня месяца мы приступаем к подготовке большого концерта августовского. Там уже будут интенсивы, там уже подключится работа по хореографии, работа по подготовке шоу, и будет, скорее всего, большой концерт. Сейчас он планируется в рамках форума «Острова». Ну, дай бог нам успеть, дай бог островам успеть, поэтому четкой даты не определено, но, насколько я помню, это начало августа. Дальше есть возможность сделать гастроли по Сахалинской области для участников этого шоу. Ну, а там, дай бог, если все получится, и куда-нибудь рванем подальше. У нас сегодня замечательный день, это день рождения нашего льва Лорда. Ему сегодня исполняется 14 лет, и каждый год мы празднуем его день рождения вместе со всеми посетителями зоопарка. Сегодня мы пройдем целый праздничный квест, посвященный льву. Ребята найдут призы от льва, которые, ну, смогут забрать с собою. Также все посетители зоопарка, дети или взрослые, которые придут к нам сегодня в костюмах или элементах костюмов, ну, ближе к нашему имениннику в львинных, может быть, ушках, хвостиках и так далее, они обязательно получат гарантированный приз от нашего зоопарка. Также сегодня у нас пройдет беспроигрышная лотерея, где дети смогут поздравить льва Лорда и вытянуть какой-либо приз из нашего лототрона. Я желаю, чтобы лев был здоровым, и чтобы у него было много друзей. Сегодня для наших посетителей также есть еще небольшой сюрприз. Вместе с нами, с сотрудниками зоопарка, они смогут собрать 3D-картину из палочек для еды. Это будет портрет Лорда, который потом мы разместим где-нибудь на территории зоопарка, чтобы посетители смогли увидеть свое творчество. Ну, и такой замечательной традицией в день рождения Лорда, конечно же, будет показательное кормление. Сегодня вместе с посетителями мы посмотрим, как лев Лорд отведает свой праздничный обед. Все вокруг замирают, приседают на страхах и стараются куда-то спрятаться. Особенно, чтобы этого не потерпит, такого поневрасса, конечно. Мне вообще нравится то, что сотрудники зоопарка заботятся о животных, о льве тоже заботятся. Ему новые вещи завезли. Я смотрю, раньше у него мало чего было, а сейчас у него елочки я вижу. Мне больше понравилось, как лев нашел свой подарок. Очень бы хотелось, чтобы он прожил 20 лет. Он уже старенький, но он очень красивый и умный. Это все-таки любимец наших посетителей, как и любые большие кошки в нашем зоопарке. Поэтому мы разделим с ним его день рождения вместе с посетителями. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони» Джонни Свэй. Профессиональная пневматика «Майти Севен». Гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Куркаева 61-1 и переулок энергетиков 2А. Телефон 4166-55. Каждый день в Южно-Сахалинске на РОК-ФМ. Приглашаем в новый многопрофильный медицинский центр «Медквартал», где вам окажут помощь высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической работы. Широкий спектр медицинских услуг, современное диагностическое оборудование, обширный перечень медицинских исследований в сотрудничестве с Сахалинской областной клинической больницей и лабораторией «Гемотест». «Медквартал» с заботой о вашем здоровье. Низкие и такие близкие цены в столичном. Мука Беляевская 2 килограмма 85 рублей. Масло подсолнечное Анинская 115 рублей 90 копеек. Макароны Шебекинские Букатини 59 рублей. Колбаса Краковская Ратимир 287 рублей. Столичный. Мой любимый магазин. С 1 по 15 февраля скидка на все мягкие кровати до 20%. А также рассрочка без процентов, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103. Ритуальное агентство «Черные розы» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой на себя. Предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь. Круглосуточный телефон 29-39-07. Предзаказ тюльпанов по телефону 63-3131. Сайт candydefeasrose.ru Круглосуточный телефон 33-4121. Круглосуточный телефон custodильный центр 26-376. Круглосуточный телефон 32-3132. Вот опять на майте Все приезжают в свободное время для себя полазить Своё удовольствие Кто-то готовится к соревнованиям Мы стремимся быть похожими на тех, кто готовится к соревнованиям Пока что своё удовольствие только лазить Кстати, лучшие, смотрите, альпинисты Сахалина Сейчас где в Осетии у нас на соревнованиях находятся Лучшие ледолазы Только вот по льду, видишь, вот так вот, чич, и поднимается Вот так вот По льду только пробуй Пробуй, вот по льду Идёт вот так вот в ручке Чик, вот И поднимается А тянись на ручках, держи молотки На горном воздухе стартовал чемпионат России по сноуборду Областной центр во второй раз становится местом проведения соревнований подобного масштаба Всё в штатном режиме Все готовы, все заряжены Все и наши ребята, спортсмены помогают Сегодня они у нас участвуют в роли бегунков Бегают по трассе, помогают, ставят флаги, натягивают Родительский состав очень подготовился за наших И плакаты нарисовал, и болельщики пришли То есть, ну, все, как бы, помогают Все довольные, счастливые Вот, слава богу, погодка у нас распогодилась То есть, солнышко, всё хорошо Повезло и с погодой, и с мощным составом участников соревнований 63 спортсмена из различных регионов страны Конкуренция, по мнению тренеров, зашкаливает А ещё все оценили, в каком состоянии находятся трассы для проведения чемпионата Склоны требуют определённого подхода И горный воздух очень подходит Это качество снега, сам рельеф склона Ну и, соответственно, компактность Всё быстро, удобно, качественно И сама организация, в принципе, с судейской точки зрения Всё на хорошем уровне Поэтому мы с удовольствием каждый год или из года в год возвращаемся сюда В первый день состязаний сноубордисты вышли на параллельный с Лалом гигант Первые заезды, полуфиналы, итоговые результаты Несмотря на конкуренцию, радуют почти всех спортсменов Я уже тут третий раз Мне очень нравится горнолыжный курорт Прекрасное состояние склона Мне очень понравился сегодняшний день Я готовился к тому, чтобы показать хороший результат У меня получилось весьма неплохо Одна из участниц этих соревнований Наша чемпионка София Надыршина За каждой её попытки на трассе наблюдал внушительный состав болельщиков И, как оказалось не зря, заслуженная победа Первое место в финальном заезде Мы тебя поздравляем И, наверное, последнее Насколько действительно, как ты думаешь, родные стены помогают? Я считаю, очень помогают Посмотрите, какая поддержка Сколько родственников, просто друзей пришли поддержать, поболеть Сорвать голос, нарисовать плакаты, подарочки Поэтому это одна из таких важных черт И дома круто стартовать Приехать домой, отдохнуть Приехать не где-то в отеле Поэтому будем всегда затаскивать домой важные старты Чемпионат России по сноуборду продолжится 28 февраля Спортсмены будут соревноваться в дисциплине, параллельной с лалом Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела По факту незаконной охоты в Сахалинской области Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России Ранее очевидцы сообщили, что неизвестные браконьеры в Ахинском районе убили стадов 26 оленей, включая беременных самок Останки животных люди нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна в 7-8 километрах от берега По их предположениям браконьеры загоняли оленей на снегоходах Массовой дракой закончился праздничный вечер в кафе Бахура в Александровске Сахалинском Как нам стало известно, конфликт произошел между женщиной в Красном и администрацией кафе Которая сообщила о том, что заведение закрывается Сахалинка не хотела покидать помещение К ссоре присоединилось еще несколько посетителей Одни встали на сторону буянищей женщины, другие на сторону сотрудников кафе Как итог, массовая потасовка, в ход пошли доски, стулья, ногти и бутылки На место вызывали полицию, известно, что все участники драки установлены По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение Драчунам грозит как минимум административный штраф за хулиганство В пригороде Южно-Сахалинска сотрудники наркополиции задержали уроженца Бурятии Который прибыл к нам на остров с целью продавать растительный наркотик Как следует из материалов уголовного дела 27-летний молодой человек проживал в Березняках, где снимал квартиру При проведении в ней обыска оперативники нашли Два полимерных медицинских шприца с жидкостью и 13 пакетиков В которые дилер расфасовал наркотическое средство с целью сбыта Также был изъят материал, приготовленный задержанным для фасовки растительного наркотика Общая масса изъятого гашишного масла составила более 56 граммов А это уже считается крупным размером Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» По решению суда молодой человек заключен под стражу ДТП произошло вечером 25 февраля в полутора километрах Севернее бывшего поста ГИБДД в Новоалександровске Как сообщили в ОГИБДД областного центра, девушка, управляя автомобилем Мазда, ехала с юга на север По предварительной информации, она начала совершать обгон, не убедившись в безопасности маневра И на встречной полосе столкнулась с такси Toyota Corolla По словам автомобилистки, Corolla ехала без фар Мазда от удара вылетела в кювет В результате аварии пострадал водитель Тойоты Если вы были очевидцем этого ДТП, если оно попало в объектив вашего видеорегистратора Просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране Сахалинская полиция и родственники просят помощи у земляков в розыске без вести пропавшего 45-летнего Юрия Ивановича Хохлова Мужчина жил и трудился в пригороде областного центра 22 февраля он ушел с работы, сказав коллегам, что поедет в Южно-Сахалинск снять деньги с банковской карты С тех пор о его судьбе ничего не известно Приметы – рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы сединой, есть залысина Особые приметы – на большом пальце левой руки нет тактевой фаланги На кисти левой руки татуировка Юра, на пальцах цифры 1977 Был одет черная шапка, куртка, ботинки, синие джинсы Всех, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении в данный момент, просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Близнецы У близнецов сегодня не получится расслабиться, поскольку срочные дела не оставят вам свободного времени. Вы сумеете все решить, а результат будет выше всяких похвал. Важно все распланировать и расставить четкие приоритеты. Не позволяйте неуверенности проявить себя. Это может создать вам немало проблем. Раки У рака в день подходит для реализации планов предыдущего дня. Если перед вами стоит какой-то выбор, самое время его сделать. Сейчас благоприятно менять профессию и выбирать для себя новое направление. Возможны перемены в семейных отношениях, но какими они будут, зависит только от вас. Львы Львов ждет успешный день. Любые ваши дела сегодня будут проходить гладко. У вас может появиться тайный поклонник. Можете ожидать приятных сюрпризов и подарков. Сейчас благоприятный период для встреч с родственниками и налаживания отношений. Крупные приобретения лучше отложить. Не стоит тратить деньги на ненужные вещи. Девы Девам сегодня необходимо задуматься о будущем, строить планы и ставить новые цели. День также подходит для завершения дел. Поездки в этот день добавят вам жизненных сил и наполнят позитивными эмоциями. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Сейчас не стоит рисковать, лучше использовать в работе проверенные методы. Весы Весам сегодня лучше отдохнуть и пополнить запас жизненных сил. Полезно сходить в спортзал. Физические нагрузки благоприятно отразятся на вашем физическом состоянии, а также приведут голову в порядок. Не стоит бороться с проблемами в одиночку. Обратитесь за помощью к своим близким. Скорпионы У скорпионов отличный день для отдыха. Устроите активное времяпрепровождение для своей семьи. Это наполнит вас жизненной энергией и позитивом. Свежий заряд сил поможет вам преодолеть любые трудности и проблемы. Делитесь с близкими отличным настроением, а с токсичными людьми лучше общения избегать. Стрельцы Стрельцы сегодня с удовольствием займутся домашними делами, особенно в компании с любимым человеком. Также благоприятно отправятся на прогулку или в спортзал. В этот день будут удачны крупные покупки. Вы получите большую скидку или натолкнетесь на акцию. Козероги Козероги сегодня смогут решить сложные ситуации и выйдут из них с наименьшими потерями. Будьте осторожнее с физическими нагрузками. Возможны травмы. Обратите внимание на свое окружение. Вы можете чувствовать за спиной неприязненные взгляды. Сейчас не стоит откровенничать о личных делах с малознакомыми людьми. Водолеи Водолеи сегодня могут получить предложение о смене работы. Не нужно отказываться, даже если сомневаетесь в этом решении. Благодаря этому шансу вы можете изменить свою жизнь и улучшить финансовое положение. Не стоит предъявлять слишком много требований к деловым партнерам и подчиненным. Снести ваш контроль. Рыбы Рыбы в этот день займутся домашними хлопотами и личными проблемами. Сейчас не следует принимать поспешных решений. Важно подходить и к делам с холодной головой. Вас может расстроить какое-то неприятное известие, но уже вечером все изменится. Возможны новые знакомства и приятное общение. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова